Здравствуйте! В эфире Вести Хакасия, события недели. И сегодня наш выпуск посвящен отгремевшему накануне юбилею Великой Победы. Как республика провела 9 мая, чем запомнится этот день и, конечно, впечатление главных героев праздника, наших дорогих и уважаемых ветеранов. Все это вы увидите в ближайшие 40 минут. Самые народные праздники – самая святая дата для людей старшего поколения. 9 мая на один день снова сплотил миллионы россиян в память о героях Великой Отечественной. 70-ю годовщину Великой Победы страна стремилась отметить по-особенному. Возможно, это последняя круглая дата при жизни оставшихся фронтовиков. Оттого и традиционные ритуалы возложения цветов к вечному огню и парад в честь праздника получили новый масштаб. О том, как это было в Абакане, подробно расскажет Константин Кравцов. Для разных поколений это разная война. Старшие сегодня плачут, вспоминая ужас 40-х. Но о молодым остается лишь радоваться миру и благодарить за это ветеранов. Ритуал памяти – особое мероприятие. Сотни горожан, и у каждого будто сжалось сердце. Первым у вечного огня цветы возлагает глава Хакасии Виктор Зимин. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Героям, павшим и живым, салют! За считанные мгновения памятник воинам-освободителям заполняется цветами. После официальной части к вечному огню подходят все желающие почтить память героев Великой Отечественной. Спасибо им за чистое небо, если бы не они, то меня бы не было, потому что я им очень признателен. О том, какой ценой Советскому Союзу и Хакасии в том числе обошлась победа, сказано много раз. Самое главное – колоссальные человеческие потери. Похоронка пришла практически в каждую семью. Дед воевал с Арлен Куприян Ивановичем, 309-й Пирятинской дивизии. Он прошел три войны. Возраст у него был. Сейчас бы ему было уже 107 лет. К сожалению, сейчас его нет в живых. Мы его помним, любим, скорбим. Я его внучка. Звучит музыка. Сегодня Хакасия ставит собственный рекорд. Подобного масштаба празднования Дня Победы в Республике прежде не бывало. Открывают торжественный парад первые лица Республики – Владимир Штыгашев и Виктор Зимин. Я еще раз хочу подчеркнуть, что маленькая Хакасия, где было перед войной всего 300 тысяч населения, потеряла почти 40 тысяч своих сынов и дочерей. Это ни одна страна в мире так не теряла в процентном отношении. А мы находились в глубоком тылу. Дорогие ветераны, вы выстояли тогда, а мы выстоим сейчас, потому что у нас сильный лидер и сильная страна. А все вместе мы – единый народ и великая, неделимая Россия! Одна из самых торжественных и зрелищных частей празднования Дня Победы – это парад. В этом году он не бывал и по масштабам. Торжественным маршем пройдут более 600 человек. Это и военные, и представители силовых структур, МЧС, МВД, УФСИН. Также свою коробку представят уже не первый год кадеты, ну а впервые на Первомайской площади пройдут студенты военной кафедры Хакасского технического института. Также впервые будет пронос 10 штандартов фронтов, принимавших участие в завершающем этапе Великой Отечественной. Ну а что касается военной техники, здесь организаторы также приготовили сюрприз для зрителей. Бронетехника будет представлена не только на выставке, но и проедет прямо по площади. Это спецмашина «Тигр», ракетный комплекс «Град», «Ураган», конкурс «Мста-Б». В общем, парад уже вот-вот начнется, предлагаю посмотреть. Парады Победы не подсчет ведется с июня 1945 года. Утро 24 июня 1945 года в Москве было пасмурным и дошлижным. Вода стекала по кастам и омунированию построенных сводных полков, слушателей академий, курсантов военных училищ, войск московского гарнизона. А в душе каждого, кто видел этот парад, слышал его, была радость и давание. Парад Победы длился два часа. Он стал триумфом народа-победителя, военного искусства наших руководцев, боевого духа солдат Великой Отечественной войны. «Встречаем пятую отдельную железнодорожную постамскую краснознамённую бригаду. Её история началась в 1932 году». «Благодаря мужеству, мастерству, самоотверженности бойцов бригады, за короткой гридой был восстановлен железнодорожный пункт». «На площади представители служб спасения, кто предупреждает и участвует в ликвидации опасных для жизни людей ситуаций. Для этих людей характерна сила духа, решительность и надёжность честных людей». «Мы видим личный состав главного управления МЧС России по республике Хакасия. Это они, военнослужащие спасательной формировании, сотрудники противопожарной службы, каждую минуту на боевом посту. Представители всех подразделений МВД Республики Хакасия днём и ночью несут нелёгкую, а порой опасную службу, защищая покой граждан». «На с новыми почестами окружена сегодня БМВД Хакасия, ветераны правоохранительных органов, те, кто сражался за свободу нашей Родины на фронтах Великой Отечественной, кто налаживал мирную жизнь после надежды». «На нашем празднике в парадном расчёте идут сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний за добросовестное выполнение служебного долга, поставленных задач. Многие офицеры, рапорщики и сержанты награждены правительственными и ведомственными орденами и медалями». «На нашем параде юное поколение защитников идут наследники Великой Победы. Всех их объединяет любовь к Родине, верность славных традициям, истории отчизны. В парадном строю кадеты Стоянногорской средней общеобразовательной школы номер 3, имени Героя России Сергея Медведева. Нашими отцами и дедами, нам всем завещено беречь Родину, крепить её силу». «Вереди талонны боевой техники на нашей площади ГАЗ-2330 «Тигр» — это российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости». «Мы видим бронетранспортер БТР-80. Последние модификации БТР-80 оснащён и усилено вооружением. Многими специалистами классифицируется, как обязанная боевая машина пехоты. БТР-80 является основным бронетранспортером вооружённых сил России». «Основным назначением этой боевой машины является транспортировка, наведение и запуск противотанковых управляемых ракет. На нашей площади полевая 122-мм реактивная система залпового огня «ГРАД». «Она предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения артериумских и минодёжных батарей, командных пунктов и других целей». «Дальность стрельбы составляет 5 километров, максимальная — до 40 километров». «Система залпового огня «ГРАД» — 940 «УРАГАД». «Она предназначена для поражения различных площадок целей». «Колодную боевую техники на параде завершает 192-мм пунктовая буксируемая гаубица «МСТАБ». «Она предназначена для поражения живой силы и огневых средств противника, разрушения оборонительных сооружений и выполнения специальных задач. Дальность стрельбы, такой гаубица, свыше 24 километров». Республиканские артисты по-своему поздравили ветеранов. Трогательные постановки и танцы в этом году, особенно массово, с использованием декораций. 70-летие празднования Дня Победы уже вошло в историю республики как самое масштабное. «Спасибо вас, что вы нас уважаете и любите, а мы вас». «Чтобы вы были счастливы и не гнали до горя. Чтоб не было войны никогда. Это мучительная история. Чтоб страшная война была. Чтоб ей больше не было никогда. Чтоб вы были счастливы, были хорошей семьи». Сейчас однозначно можно сказать, празднование 70-й годовщины Великой Победы прошло в Хакасии без накладок и сбоев. Ветераны по достоинству это оценили, но грустно одно. Время летит и для кого-то из них это, возможно, последняя круглая дата. Молодое поколение просто не вправе забывать подвиг советского солдата, пока жива память, живы герои. «Мы очень гордимся нашей страной, нашей отчизной. Большое спасибо, большой поклон нашим ветеранам за то, что они до сих пор еще с нами, за то, что они спасли нашу родину, так скажем. То, что мы здесь сейчас стоим и просто радуемся этому празднику. Большое им спасибо и поклон. Постараемся воспитать такое же поколение патриотичное». Константин Кравцов, Игорь Брюханов. Вести Хакасия. События недели. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. С некоторых пор 9 мая невозможно представить бесшествие бессмертного полка. В этом году в его ряды встало рекордное число жителей республики. С подробностями Наталья Гармашова. На этом месте у спорткомплекса «Абакан» в городе это первый пункт сбора участников масштабной акции «Бессмертный полк». Люди начали собираться еще задолго до начала регистрации. Погода сегодня стоит хорошая, светит яркое солнце. У всех есть возможность пообщаться друг с другом, поделиться впечатлениями о родственниках, ветеранах, которые смотрят с портретов. И кроме того, в этот праздничный день, в юбилейный день Великой Победы вовсе не хочется сидеть дома. Наоборот, хочется выйти на улицу и взглянуть на мирное небо над головой. Праздник День Победы для нас всегда был святым, поэтому мы передаем это и нашим внукам, детям, которые тоже чтут День Победы как самый лучший великий праздник страны. На вас смотрит человек, гвардия старшина Болсон Петр Захарович. Два года отслужив в Забайкалье, в мае месяце были перевезены на Украину. 27 июня вступил в бой под Бердичевым. Прошел всю войну, демобилизовался из Австрии в 46-м году. Мои бабушка и дедушка, вот они, Соскийского района. Не стали разделять уже, по-живому резать не стали, мы специально их вдвоем. Дедушка воевал, и он пропал, вы знаете, в 43-м году в январе. Он рано пропал без вести. И тогда не рекомендовали говорить о тех, кто пропал без вести, потому что, может быть, он попал в плен, и это было чревато для родственников. Мы с большой гордостью и очень трепетно пронесем, как всегда, в колонии бессмертного полка портрет нашего отца и дедушки Дайнека Ивана Гавриловича. Освободителя, героя, победителя. А также я хочу сказать сегодня несколько слов о своем дяде, которого я не видела никогда и, естественно, никогда не увижу. Но я сегодня в колонии бессмертного полка пронесу его память, бесценную память, его письма, его фронтовые письма. Это Сотников Иван Михайлович, он является мне прадедушкой. Он пропал в без вести в 1941 году, и я его несу как правночка. Я знаю, что 20 сентября ему был дан орден Героя Советского Союза. Это наш дед, Татьянин Прадед, он у нас родом со Сырловской области, а тут же призывался и в 1942 году ушел на фронт в составе Украинского фронта. Символично в наше время он как раз и освобождал Донбасс. Там он получил медаль за отвагу и орден Красной звезды именно на Донбассе. Ну а дальнейшая судьба его в 1944 году тяжелое ранение, и на носилках его принесли домой, но тем не менее он восстановился и потом еще получил орден почета трудовой. Ровно в 11.30 здесь и еще на двух площадках формирования бессмертного полка у детской музыкальной школы имени Кинели и у парка Орленок началась регистрация участников шествия. Мы регистрируем героев войны, то есть тех, кто воевали, и записываем тех, кто несет этот портрет. А листочки мы будем называть библиотекой. Эти бумажные страницы станут страницами истории города, республики и страны. Те, кто уже успел записаться в полк, выстраиваются в колонны. Сейчас все внимание обращено на трибуны. Начинается митинг, посвященный Дню Победы. Ровно 70 лет назад закончилась Великая Отечественная война, самая страшная, самая кровавая война в истории человечества. Многие наши родные, близкие, родственники были участниками этой героической войны. Многие погибли на фронтах Великой Отечественной. Слава героям, бойцам бессмертного полка! С Днем Великой Победы, бойцы бессмертного полка! С Днем Победы, абаканцы! Ура! И вот наступают самые торжественные минуты. Внукам и правнукам героев-победителей предстоит пройти по проспекту Ленина к мемориалу воинской славы. Если три года назад, когда бессмертный полк впервые прошагал по Абакану, в нем приняли участие около трех тысяч человек, то сегодня ожидается в разы больше. Горожан пришло около семи тысяч. По традиции возглавляют полк Духовой оркестр Абакана и знаменосцы. Знамя Победы несут представители Республиканского военкомата. Полотнище бессмертного полка. Это изюминка абаканской акции. Это был конкурс постовцев. Мы участвовали в позапрошлом году, 9 мая. Взяли первое место и нам досталось почетное место ввести его. Ну и вот в этом году опять же был этот конкурс. Опять же первое место. Это чувство гордости, это достоинство, это почет. Это почет. Это говорит о том, что у нас весь город об этом помнит, об этой страшной войне. И то, что все мы помним, все гордимся нашими гидами и прадедами. ПОДПИСЫВАЮТСЯ ПОДПИСЫВАЮТСЯ В рядах полка люди разного возраста, профессии, статуса. У каждого за плечами своя жизнь, интересы и увлечения. Но объединяет всех одно. Каждый помнит и чтит своего ветерана. Люди, смотрящие с фотографий, прошли страшную войну. В сороковые жили одной мечтой. Разбить врага, победить, вернуть мир матерям, женам и детям. Вот вы кого фотографии не стесняете? Папу. А вот что, папе, помните, что вы знаете, когда вообще скончался? Он скончался 19 апреля 2001 года. Прошел всю войну. Отступал от Бреста до Москвы. И от Москвы дошел до Берлина. И обслуживал водителем под здамскую конференцию. Но он прошел всю войну. Были ранения? Все. Были. Он инвалид войны первой группы. И умер от ран. Вот здесь папа мой в Харбине закончил войну. Вот это вот фотографии из Харбина. Там сделано. Да. Самое интересное, вы знаете, в то время уже мы вот, кто служил в армии, знаем, что самое главное подшивать воротнички беленькие всегда. И вот они все подшиты, видите, с воротничками. Вот. И, конечно, интересно то, что он в 39-м признался, призвался на действительную. И вот только в 45-м, видите, димбилизовался. Это вот дождь «Три четверти» называется. Вот он на нем полковника в последнее время возил. А до этого он возил на полуторки пушку и снаряды. В общем, у него в красноарвецкой книжке так и написано. Полк и ПТАП. То есть истребительно-противотанковый артиллерийский полк. Победным маршем колонна приближается к очередному пункту сбора. Ряды пополняются новыми лицами. Полк обретает новые масштабы. Дед родной. В 2000 году умер. Он меня воспитал, в принципе. А вот о войне вам, внуку, рассказывал? Вообще мог, любил или рассказывал? Потому что не все ветераны это любят. А он не рассказывал про войну особо. В принципе, он не рассказывал. А что тогда знаете о своем деде? Героический дед. Его в свое время весь Абакан знал, в принципе, Черненко Иван Павлович. Он был зам добровольно-народной дружины. Мой прадед. Прадед. Да, Мастерев Дмитрий Петрович. А вот он где воевал? В каких войсках? Знаете об этом? Ну, первый украинский фронт. Просто 70 лет не знали о нем ничего. Недавно буквально нашли информацию. То есть он пропал без вести? Нет, он поддеп, но мы не знали, где поддеп. Не знали? Да, не знали. Но теперь нашли, что в Латвии поддеп. Гордимся этим праздником. На всем протяжении маршрута героям бессмертного полка отдавали честь инспекторы постов ДПС. На этом отрезке пути участников шествия ждал еще приятный сюрприз. С обеих сторон улицы фронтовиков приветствовали студенты военной кафедры ХТИ и сотрудники МЧС Хакасии. Это особенность абаканской акции этого года. Финалом праздничного парадного шествия по традиции стал Парк Победы. На аллеях разместилась стена памяти. Каждый участник марша установил здесь фотографию своего деда. В течение дня у горожан была возможность подойти, взглянуть в глаза фронтовикам, сказать спасибо за Победу. Это праздник Победы за наших предков, за нашего деда. Мы очень гордимся и стараемся поддерживать традицию. Это же бессмертный полк. Ну и в других акциях стараемся участвовать, чтобы помнили, не забывали. Прадед. Я знаю, что он в конце войны воевал на подводной лодке в Японском море с японцами. Он был хороший, дружелюбный, любил сладости и приглашал к себе в гости людей. Это мой дедушка. Его зовут Тимофей. Он был рядовым. Он получил медаль за схватку Кюнигсберга. После ранения он работал на полевой кухне. Один раз к нему пришел Ратасовский, а дедушка только испек хлеб. Ратасовский взял хлеб, разломал на две части и вынул мякиш. Разломал его и бросил в стену. Мякиш отвалился. Ратасовский сказал, отличный хлеб печешь и солдат вкусно кормишь. Мой прапрадед, он воевал, дошел даже до Берлина. Очень мудрый был человек, но не дожил. А вот что для тебя праздник День Победы? Это радость, потому что мы победили. Нас не расстреливают. Мы в мире живем. Над нами голубое небо. До позднего вечера в Парке Победы выступали танцевальные ансамбли. Со сценических площадок звучали песни военных лет. В карауле березы молчаливо стоят. Молодых краснозвездных вспоминают солдат. Убегает дорожка, за собою зовет. Где гагар, где гармошка, фронтовая поет. Более того, непосредственно в парке можно было посмотреть прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади в Москве, художественные фильмы о войне и отведать блюда полевой кухни, а также хором исполнить «Катюшу». Песня «Катюша» А вечером горожан ждал еще один традиционный и всегда волнительный подарок – «Свеча памяти». Акция проводится в стране с 2009 года. Тогда, в 65-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда, жители Санкт-Петербурга зажгли свечи, тем самым почтили память всех, кто 872 дня оставался в осажденном городе и стойко выдерживал немецкие атаки. И вот уже шестой год подряд вечером 9 мая города и села огромной страны озаряются теплым светом миллионов огоньков. В знак уважения фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей, и партизан, которые погибли за нашу родину. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия, События недели. Павших солдат Великой Отечественной вспоминали всю предпраздничную неделю, и не только в городах, но и в селах. Так Владимир Штыгашев посетил мемориалы в родном Таштыбском районе. Подробнее об этом в нашей следующей рубрике. Спикер Верховного Совета Владимир Штыгашев накануне посетил Таштыбский район в рамках рабочей командировки. Здесь он встретился с главой района и местными жителями. Ключевой целью визита стало почтение памяти защитникам Отечества на мемориале. На алтарь победы принесены жизни свыше трех тысяч таштыбцев. А всего в годы войны призывалась вооруженная сила около восьми тысяч. По сути дела, каждый четвертый, пятый житель Таштыбского района был призван в годы Великой Отечественной вооруженной силы. Наш долг сегодня не только помнить об этой великой победе, о наших победителях, но и делать все для того, чтобы отечество наше крепло и экономически, и в военном отношении. Владимир Штыгашев подчеркнул, что в целом республика внесла огромный человеческий вклад в победу. По сути, с войны не вернулся каждый второй призывник. Сегодня главная задача нынешнего поколения – сохранить светлую память о погибших ветеранах и обеспечить вниманием и заботой тех, кто живой. В чем трагедия была для этноса Хакасского, для народа? После войны исчезло 150 фамилий Хакасских. Прервались по отцовской линии. Ну, женщины замуж, молодой, вышло, все. А по отцовской линии 150 из примерно 600 фамилий. Четвертая часть фамилий исчезла, прекратила существование. Но я хотел бы сказать, что все-таки наш народ могуч, силен. Я думаю, сейчас он силен и глубокой верой. Чем дальше от нас уходит дата Великой Победы, чем меньше становится старшее поколение наших ветеранов. Действительно, находятся те, которые пытаются переписать историю, которые хотят умолить вклад Советского Союза в разгром фашистской Германии. И только общими усилиями мы действительно должны сохранить тот мир и покой, который таким трудом добыт нашим старшим поколением. Стоит отметить, для Владимира Штыгашева Таштыбский район особенный. Он отсюда родом. В рамках рабочей поездки председатель Верховного Совета возложил цветы у обелиска павшим воинам в селе Малый Анзас. На памятное мероприятие пришли и жители села. Спасибо всем уровне власти, что не забывают нашу уже забытую деревню. Здесь столько... у меня здесь дядька родной покоится, Баргаяков Роман Степанович. Отец-инвалид войны погиб. Для меня эта земля просто священная. От себя лично поздравляю всех жителей республики Хакасия с этим 70-летним Днем Победы. Обелиск в Малом Анзасе был построен 5 лет назад на деньги жителей. В Таштыбском районе всего 18 мемориалов, посвященных защитникам Отечества. И как подчеркнул Владимир Штыгашев, важно вспоминать о подвиге земляков не только в канун 9 мая, а всегда, каждый час, каждую минуту. Как только мы ослабнем, найдутся многие, желающие прибрать эти богатые земли, этот непокорный народ к рукам. Поэтому мне кажется, что самая главная наша сейчас задача – работать, развивать экономику, крепить государство, чтобы люди жили достойно, счастливо, ни от кого не зависели, сами своим трудом добывали хлеб насущный. Представители правительства республики, а также депутаты Верховного Совета во главе с Владимиром Штыгашевым отметили 1 мая высадкой целой сосновой аллеи у мемориала памяти погибшим при защите Отечества. Очевидно, новый мемориал будет не только самым крупным в Хакасии, но и одним из самых зеленых. Конечно же, свой первомайский субботник члены правительства и депутаты посвятили Дню Победы. Это праздник труда, 1 мая. Он и записан. Мир, труд, май. Поэтому в этот день надо проводить и субботники, и воскресники, полезную работу для общества. И вот сегодня впервые во всей Хакасии, кто на восстановлении разрушенных пожаров, там мест происходит, сегодня работает. Все работают. Ни один член правительства, ни один депутат, все работают. Предстоящее празднование 70-летия Дня Победы, безусловно, является одной из главных дат в жизни россиян. Вторая мировая затронула практически каждую семью. Пользуясь случаем, руководитель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев поздравляет жителей республики с Днем Победы. Дорогие друзья, позвольте мне сегодня поздравить всех жителей Хакасии, особенно ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, которые своим неимоверным трудом и героическими подвигами приближали День Победы. И он наступил. И мы сегодня в долгу перед старшим поколением. Мы сделать должны все, чтобы отечество наше было прекрасно, экономика самой лучшей, а жизнь достойной. И самое главное, надо помнить, что только крепкими и сильными, и едиными мы будем непобедимы. Еще раз хочется обратиться к ветеранам. Берегите себя. И спасибо вам за то, что вы есть. И можете рассказать нам, как это было. А наш выпуск на этом завершен. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова